шалом обожаемые дамы и господа с вами равен алекс артовский марина роща москва вино алкоголь это пагубное влияние на поколение когда люди начинают пить они пьянеют и ведут себя совсем неадекватно но великий царь соломон говорит пытался я увлечь плод своем вином хотя сердце мое руководилась мудростью для того чтобы понять как лучше поступать сынам человеческим под солнцем в считанные годы жизни своей царь соломон призывает нас и говорит в тот момент когда я пытался понять как лучше поступить сынам человеческим то есть всем нам под солнцем это в нашем мире в нашей некой матрицы которая непростая и иногда жестокая иногда закон джунглей в этом мире как лучше поступить за считанные годы жизни считанные годы это действительно правда жизнь коротка и нет времени на новые испытания новые проекты которые изначально ты не уверен поэтому ты хочешь знать как лучше поступить чтобы сэкономить вот эти вот считанные годы и сразу с первого раза начать жить поступать нормально и здесь соломон говорит способ как использовать вино для этого он говорит я пил вино для плоти обратить монет для плоти а сердце моё руководствовалось мудростью как выпить и оставить сердце мудры последние десятилетия в широких массах евреев распространилось понятия фар брен ген что значит застолье когда сидят люди обязательно обсуждают какую-то жизненную духовную тему это могут быть и слова тора это могут быть какой-то подход к жизни с точки зрения торы и в этот момент пьют и закусывают это очень важный момент что происходит на практике с нами вино которое для плоти а в данном случае плоть это тело а тело это символ дурного начала которая естественно противостоит нам всю нашу жизнь его задача к его цель такая всевышний дал нам его чтобы сбивать пути из пантылы кур другой стороны сердце источник эмоций где есть дух вот эта часть души которая возвышенная которая сильная и вот когда ты это делаешь ты вот эта плоть она уходит спать спать это пьянеет немножечко и остается только сердце потому что слова тора они заходят в сердце они не оставляют тебя равнодушными вот во время этого застолья что происходит ты с одной стороны нейтрализуешь дурное начало вот эту плоть ты пьешь вино для плоти с другой стороны руководилась так пишет соломон сердце моё осталось под руководством полностью мудрость ты вот эту мудрость впитываешь ты и вещаешь и впитываешь ты общаешься и принимаешь вот в этот момент тебе открывается интересные вещи во первых благословение от всевышнего потому что вот этот вот вот это сообщество людей которые пришли с одной целью встретиться чтобы не напиться не нажраться не вести себя как не подобает человеку а у них есть цель лейтвает на иврите называется и твадут наиды шфар брендами вот это вот застолье где есть вот этот обмен энергии между людьми которых есть духовный потенциал и происходит вот эта велика вещь тебе открывается как лучше поступить как открывается ты запускаешь себя больше святости это влияет на твою душу и делает некий дисбаланс между животной душой которая спит между плотью и этим поэтому и соломон в другой книге не в книге куэлит а в книге притчи он говорит зашло вино вышел секрет вино на святом языке яйн юд юд нун а секрет самых вав далит тоже имеет гематрию 70 то есть здесь 70 и здесь 70 зашло вино вышел секрет когда в тебя заходит вино вот этот напиток который нейтрализует животную душу в тебе выходит секрет как лучше жить вот этот секрет он кроется у тебя внутри в глубине твоей еврейской души божественной души которая так жаждет раскрыть тебе этот секрет но тело закрывает его и вот это то что происходит с нами в таких вот ситуациях если не дай бог человек делает наоборот он дает своему сердцу напиться вином а плоть его слава богу человек здоровый плоть его начинает восторжествовать над душой и тогда плоть творит самые страшные вещи потому что она держала верх над духовностью и дай бог чтобы мы всегда руководствовали с мудростью и знали как лучше всего поступать в наши считанные годы под солнцем шалом шалом